Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот еще 2000 лет назад Времена 없어 На Земле была перепись населения На Земле жил всего 250 миллионов человек Вот 2000 лет назад А сегодня уже как за 7 млрд. переваливает А как ему? К 30-му году их будет уже около 15 млрд. понимаешь? Субтитры делал DimaTorzok Это растёт, как снежнаком Ну и куда же нам додорожать, получается кто с обедом, кто-то и умирает, кто сильнее тебя вычисляет. Возьми любую цивилизацию, Римская империя, любую империю возьми, они бы все в свое время считали. То же самое и с нами произошли. А дети, может, как в лобке и все дальше? Ну как хорошо, если люди оставят в барабак. У нас нет друзей, конечно, нас сильно любят. Наше храмство, вот это у нас за нашу лень, вот это. Одно было. Матер на мате разговаривает. Отец, Владимир говорит, я на заправку заезжаю, отец, сын стоит, заправляется. Ну четыре года ему, а это стоит другом там. Ну через слово, матка, вроде культурно одет все. И ему показывают, типа, ребенок. А он не понял, о чем, о чем. У меня Владик ходит все по это. Вы что так ругаетесь? Вы что так ругаетесь? Мама, кто ты так-то сказал? Ну, скажи, только нехорошо. Они меня не слушают. Ну и вообще, ну все, дети вокруг все матерятся. А он не один ходит и всех в общий директор. Так нельзя делать директор. Ну, понимаешь, они сломают его общество, его сломают. Общество таких не терпит людей. Хамы одни кругом. Ну а как же справедливость? Ну никак. Справедливость в кресте только и все. А как же Бог с Россией? Нет, он против нас. Это мы против Бога, а не Бог против нас. Отвернуться? Бог зла никакого не делал никогда и никому. Бог, если бы отвернулся с земли, фух, в одну секунду смело бы. Так Серафим сразу сказал, самый маленький песенок может перевернуть землю одним коготком. Бог призывал, призывает нас. Покайтесь, покайтесь, придите. Хватит уже бесноваться. Покайтесь. Живите по-человечески. А кто его слышит Богом? Серёж, а у вас же сейчас много всяких ответвлений от веры? Не гола, да? Как он с ним еще есть? Теисты? Балтисты, протестанты и всякого. Что они вообще скажут? Что они правы или не правы? Как к ним-то относиться? Это же по большому считают. Зачем нам об этом? Нам надо о себе думать. Каждый должен о себе подумать. Зачем нам туда куда-то лезть? Пусть и каждый делает свой выбор в этой жизни. Пусть и каждый делает свой выбор в этой жизни. И ручит над самим собой. Где я? А кто я? А что я? А как я? У нас Господь будет спрашивать не за других, а будет конкретно. У меня спрашивать, а почему ты так, а зачем ты, а для чего? Я должен был дать для всех четкий ответ. Как я вам сказал, он с вами словами оправдаетесь, а своих уже слов и осудитесь. Сейчас уже все. Последние, можно сказать, последние времена, самые последние времена наступают. До мировой войны отсталось буквально щита не было. Не знаю, может месяцы, может даст Бог, может годы. Два года максимум. А если сейчас вот все люди, даже не все, но пусть даже 30% России и русских людей вышли, понимаешь, вот они вышли. Раньше была соборная молитва. Они собирались, выходили на колени, падали, просили Бога, вздымали руки хлеба. Бога просили Господи помиловаться. И, понимаешь, вот соборная такая молитва в поле. Вот миллионов десять как вышло, попросила Бога помиловаться. А может еще искренне все-то было непросто? Ну, естественно, конечно, отлучило. Отлучился слезами и все. И Бог бы все изменил бы на земле. Он бы изменил бы, понимаешь, всю ситуацию. Вера нет будет. А кому это надо? Бог обливается следами. И между следами обливается. Глядя на все это, он не может. Бог, он не всемогущий, понимаешь, в отношении того, что изменить. Он нас делал подобно себе свободными. То есть свободными избирать, свободными решать что-то. Вот он ждет от нас, от нас подвечек ждет. Бог может сельца земли вообще всех, как муравьев, стереть и новых людей себе покорно. А зачем мы им вообще любили? Ну, он именно нас полюбил, потому что он любит нас, понимаешь. Он, как сказано, до ревности любит Дух живущий. У нас вдохнул себя, он дал самому себе. У каждого человека есть немного Бога. Он любит. Любит вот это вот создание. Как часть себя. Ну, как ты любишь свою руку. Так он и людей любит. Он до конца, он до конца пришел на землю и сказал, что я, говорит, до конца с вами буду работать. Вы только делайте так, как я вас прошу. Делайте так, как я вас прошу. Делайте за мной. А мы не то, что не идем за мной. Мы умышленно делаем против, вообще против того, что он нам говорил. Смышленно делаем. Мы сатане поклоняемся, мы тебя отвергаем. Ты за мной жизнь свою отдал там на голову. Как мычили, вон, в «Красте Христова» смотрелось. Угу. Сделано в копии, в точности, кого туринские плащаницы, прыжали, такие амалики. Как его истязали. И вот реально его так истязали. Бог воплотился в человека, пришел на землю, чтобы искупить наши грехи. Люди его распряли, и он нам это все прощает. Все нам прощает. Я говорю, для вас это дело. Вы только покайтесь. Не грешите больше. Мы же своим, мы же своим не любовью, даже вот друг другу. Он живой, оказывав там милость любому человеку, любому человеку помощь какую-то. Вы оказываете мне помощь. У нас миллион сейчас бездомных детей. Угу. Возьми в этом, да в любой мусульманской стране ты не найдешь ни одного бездомного ребенка, брошенного. У них такого не бывает. Так это куры, это женаты этого. Ну я поняла. Аскера. Что-то не зашли из дома. А что у вас дети такие есть? У меня че-то на... Я не поникаю. У них обморки не делаю. У них это дико вообще. Ну это может все равно делают? Прямо. Не все штативы. Угу. 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 Сатанат он, правда, не всегда найдет. А эти его и не делают, а ты его и сделают. Ну они эти не делают. У них запор, смертная казнь. Ее выводят на площадь. Значит они еще храняются. И камнями их забивают. Камнями. Ну это в каком моменте, где вы в каком городе живете? Нет. Это не важно. Вообще, в каком городе, где кто живет. Я тебе говорю о том, что и у нас было такое сто лет еще назад. У нас не было такого. чтобы женщины делали аборты и то что вот сейчас у нас начнется через два года война мировая что у нас будут с лица земли слетать на земле погибнет три населения земли три миллиарда человек погибнет на земле в россии за сто лет сейчас за какие сто лет за пересторочное это время за двадцать пять лет вот эти альбортами убито 120 миллионов детей вот оно наше население россии это все наше население россии как бы сейчас было ну 300 миллионов точно было а мы в абортале несём и бог за это никого не просит это самый страшный грех аборт это больше греха вообще нет на земле вот женщины которые сейчас показывают они в храме они ну кто чем может они понимают что упрощения им не будет вот одной одна вот она я сейчас ну стараюсь ходит она по абортариям вот по этим заведениям по всему и она уговаривает женщин который приходит записаться там на аборт перед вот она она гинеколога на аборт и делала вот он где-то я не знаю сколько там больше двухсот аборт что было вот она она плачет за меня вливать в него и сейчас вот 200 женщин найти которых отговорить этот аборт а где вы их найти но если у нас чем сами творим сами получаем когда сводом а кого кого винить в памяти бога богу отвернулся он будет он когда он от нас отвернулся бог каждому ангелу хранителя поцелует существуют законы просто такие что нельзя сделать зло и чтобы тебе не я там сел из-за него должен должен обязательно понести какую-то эпидемию какое-то наказание обязательно а за смерть сказано во вселенском законе сказано что за смерть смерть все убьешь будешь убить все понимаешь а христос пришел сказал я будет вам все все проще только кайтис кайтис велика кайтис я как бы там в слома перед давидом говорилось если ваши грехи багряны будут как рот как снег убили это бог говорит один старец болел сильно болел а к нему ангел ночью приходит он упрашивает он говорит помоги мне сделай шум но смерть была безболезненной но не сильно мне страдать недолго говорит устал уже он сильно а ангел говорит вставай пойдем я тебе покажу и идут ангел говорит ему обернись он оборачивается видит себя лежащий на койке он даже не понял что он умеет то есть грань смерти и жизни она настолько вот такая вот незаметная говорит заботы мира сего они вообще не поглощают и вскоре они от бога говорят а бог то он вообще на первом месте сказано в евангелии где богатство ваше там и сердце будет ваше ваше если наше богатство в домах в машинах в деревьях там и сердце наше там лежит то есть мы об этом только и с этим и живем когда наше богатство боги тогда как сказано если бог у вас на первом месте да то все остальное на своих местах стоит то есть бог бог сначала потом уже все остальное оно как бы становится все ну по ступенечкам по полочкам заставляется все и все настолько помнят и все так как вот к этому прийти он может и понимаешь а все равно вот это как то это отвлекает жизнь маленький маленький да жизнь ее родует да немножко подальше не знаю что там деньги зло понимаешь а деньги как нет не знаю никакого просто их надо радумно использовать можно сказать посмотри сколько людей обездольных сколько всяких сколько детей брошенных только у меня освещение перенаскал Аня уже медленно там по этому по интернату и детки умные есть и все и понимаешь Аня не нужны никому ну как так может быть как может ребенок быть матери не нужны я не понимаю я не понимаю умолеть выкладывать есть люди хлебом досок не едят это наши наши русские люди тут на что устремиться устремиться с миром направить уже от этого от этого получаешь истинную радость она она не качается эта радость ты купил там новые шторки повесил о класс все она радость это кончилась полчаса она забыла вот они а это радость нескончаемая как истокского блажения давать нижнюю принимать да это реально блаженство от этого испытываешь когда отдаешь и видишь когда видишь нуждающего и получающего почему тут настолько настолько все просто и легко все а когда давать будешь она она рука дающего реально не иссякает ну появляются тишины деньги раз 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 тут оттуда бах 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 нападало в три раза больше еще столько радости душе стало да и приобитаешь еще плюс с этим да вот это вот как бы удовлетворение жизненное все просто любить друг друга да все ну опять же там христос на горной проповеди какая вам польза когда вы любите любящих вас то есть как бы рука руку моет любите тех кто вас ненавидит непокорного сложнее любить конечно и не заслуживающего в нашем понимании эту любовь